Воскресный итоговый выпуск новостей на ЮИТВ в студии Дарья Вершилинко. Здравствуйте. Режим тишины в воскресенье полностью соблюдается на Луганском направлении. На Донецком и Мариупольском по состоянию на 6 часов вечера произошло 11 обстрелов. По Верхнеторецкому боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Авдеевке и Ясиноватой стреляли из гранатометов. В Широкино воскресное утро началось с обстрелов российских наемников из боевой машины пехоты и стрелкового оружия. Но тяжелое вооружение боевики не применяли. Украинские военные соблюдают минские договоренности и на провокации не отвечают. В подразделениях проходят тренировки по боевой подготовке. Боевики заглушили два украинских телеканала на оккупированном Донбассе, сообщает разведка. Ведь местное население, получая информацию из украинских СМИ, все больше сомневается в целесообразности войны против Украины. Российские пропагандисты опасаются, что такие настроения повлияют на российских военных. Поэтому блокируют 32 цифровых канала Украины, глушат и аналоговое вещание. Со 2 сентября на Мариупольском направлении заблокировали сигнал 1+,1 и нового канала. Использовали специальное оборудование. Оно обслуживается исключительно российскими специалистами. А российские передачи как альтернативу подбирают офицеры отдела дезинформации и контрпропаганды Центра информационного противоборства России. Кроме того, боевики на Донбассе проводят ротацию подразделений и продолжают получать из России боеприпасы. В Украине начинаются масштабные сборы резервистов. Как сообщили в Генштабе, к учениям привлекут резервистов 9 боевых бригад Вооруженных сил Украины. В каждую по 1000 человек одновременно. Во время двухнедельных сборов резервисты будут заниматься исключительно боевой подготовкой, слаживанием действий подразделений и экипажей. Привлекать их к нарядам хозяйственной деятельности и строевой подготовки Генштаб строго запретил. Сборы резервисты проведут в своих боевых подразделениях на своих технике и должностях. Практическая часть учений пройдет на полигонах, завершатся сборы тактическими учениями по боевой стрельбе. В них примут участие подразделения, которые сформируют из контрактников и резервистов. Целью этих сборов является, во-первых, поддержание боевой готовности военнослужащих, которые отслужили уже год по мобилизации, демобилизовались и уже кто год, а кто больше живут гражданской жизнью. Но главная цель – отработать механизм быстрый до комплектации боевых бригад в случае открытой агрессии противника. Именно резервисты смогут за короткое время, без дополнительного боевого слаживания, прийти в свои подразделения, и они будут в полном составе готовы отразить любое наступление врага. Соединенные Штаты Америки и Великобритания продолжат противостоять агрессии России в Украине. Об этом президент США заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэйф-Ханчжоу. Там стартовал саммит G20. Обама подчеркнул, что после выхода Великобритании из ЕС, США и Соединенное Королевство сохранят партнерство, в том числе и в вопросах безопасности. Великобритания подтвердила обязанности относительно трансатлантической архитектуры безопасности. Мы союзники по НАТО и видим мир одинаково. Мы продолжим противостоять российской агрессии в Украине и киберугрозам. Будем бороться с террористическими сетями и работать по уничтожению исламского государства. Соединенные Штаты никогда не признают присоединение Крыма к России, заявил координатор Госдепартамента США по вопросам санкций Даниэль Фрид в интервью латвийскому изданию Delphi. Он напомнил, в Будапештской декларации Россия признала Крым частью Украины и отметил, что санкции в отношении России должны сохраняться. Фрид уверен, они влияют на Россию. Без ограничений федерация бы действовала агрессивнее. Кроме того, без санкций не было бы минских соглашений. Однако заявил, что они не выполняются в полной мере. Напомню, 1 сентября США расширили список физлиц и компаний, связанных с агрессией против Украины. Вышитые сорочки, ковры, глиняная посуда, плетеные корзины, резьбленные ложки, украинские пряники и медовые напитки. Все это можно было купить на ярмарке народных мастеров, которая прошла в Киеве в Национальном музее архитектуры и бытов в Пирогове. Лучшие ремесленники из разных уголков Украины предложили посетителям уникальные вещи ручной работы с народными умельцами. Познакомилась Тамара Каноненко. Братья Иван и Данил не только сами занимаются гончарством, а и учат любимому ремеслу других. Уже 10 лет работает их собственная школа. Братья даже издали первый в Украине самоучитель по гончарному искусству. Рассказывают, когда в их руках глина превращается в готовое изделие, чувствуют себя настоящими волшебниками. Гончарство – это то ремесло, которое имеет максимальное количество легенд, тайн, всевозможных интересных историй, сказочных историй. Даже само слово «гончар» означает «тот, кто гонит чары», «гончаруя», то есть какие-то волшебства происходят. За считанные минуты на наших глазах из маленького кусочка глины рождается вот этот горшочек. Но перед тем, как он попадет на чью-то кухню, должно пройти еще немного времени. День может сохнуть, если это большое изделие, до двух недель сохнет. После того, как оно высохло, мы его еще немножко подчищаем, подзамываем и снова в печку ставим. И в печу оно обжигается сутки, 24 часа, до 1100 градусов. После этого оно остывает. И второго обжига мы молочим керамику. А есть из глиняной посуды лучше всего вот такими деревянными ложками. Николай Дементьевич делает их больше, чем полвека. Рассказывает, раньше деревянная посуда была необходимостью. Сегодня, к сожалению, ее потеснили современные аналоги. В основном я занимаюсь вырезанием ложек, древнего инструмента, который был необходим для каждого человека. Без ложки же не поешь борща. Дерево – это положительная энергетика. Что значит есть деревянной ложкой из глиняной миски или тарелки, которая тоже из земли, у которой тоже есть своя энергетика. Поэтому и люди раньше были здоровее, чем сейчас. В музее под открытым небом собрались десятки мастеров, которые занимаются различными ремеслами. Большинство из них занимаются любимым делом всю жизнь. Любовь – профессиональная ткачиха. Художественное ткачество на деревянном станке освоила сразу после школы. Сколько рушников изготовила с тех пор, сейчас уже и не припомнит. Рушники в основном обрядовые. На свадьбы, под каравай, под ноги, перевязывать сватов, под иконы и такие сувенирные рушнички. Бывает, что за день можно сделать, если рушник небольшой и не очень загруженный. Если более загруженный – дня два-три. Если переборной рушник – неделя и больше. Все вещи, представленные на ярмарке – настоящие произведения искусства. Поэтому мало кто ушел отсюда с пустыми руками. Очень нравится. Мы еще пройдемся, обязательно себе что-нибудь приобретем домой. Какую-то глиную посуду. Ну, вышиванки, слава богу, у нас уже есть. Все очень нравится. Вот дети с удовольствием смотрят. Вот вон мужчины фотографируются наши с саблями в мехах. Веночек, вышиваночку. Мы каждый год приезжаем на эту ярмарку. Всегда что-то покупаем. Моя старшая дочь тут даже выросла. Организаторы рассказывают, с помощью подобных ярмарок не только дают возможность приобрести уникальные вещи ручной работы, но и помогают возродить популярность ремесел. Руками перестали работать. Раньше в селе все умели вышивать, все умели вырезать, не было бездельников. А работа руками и активизация этих точек – это своеобразная и медитация, и релакс, и возможность обдумать какие-то проблемы и на работе, или еще где-то. Ярмарки народных мастеров в Музее архитектуры и быта в Пирогове проводят ежегодно, весной и осенью. Мероприятия стали хорошей традицией и настоящим семейным праздником. Они собирают в одном месте умельцев со всей Украины уже 30 лет подряд. В Киеве на площади независимости после реконструкции открыли каскадный фонтан. Ремонт длился три месяца, обошелся в полтора миллиона гривен. Всего в этом году в столице запустили пять обновленных фонтанных комплексов, в том числе и самый большой 30-метровый фонтан на Русановке. Он теперь с цветной подсветкой и музыкой. В следующем году хотят открыть фонтанный комплекс на другой стороне Майдана. Больше о городских оазисах знают.